Я предлагаю сейчас закрыть глаза, поставить перед Господом руки, там, где вы есть здесь, или кто нас смотрит сейчас. И давайте просить, чтобы то, что Бог имеет для нас сегодня, это свершилось. Знаете, просто принимайте. Мы просим, чтобы Царство Божие опустилось. Пусть, Царство Божие пусть опустится и распространится еще больше. В каждом доме, в каждом месте, здесь, где вы нас смотрите, пусть Царство Божие, оно опустится и распространится. Мы приглашаем Тебя, Господь, Царь Славы, чтобы Ты вместе с нами сегодня делал то, что Ты всегда делаешь. Господь Иисус, мы ходатайствуем, есть много людей, которые нас смотрят сейчас, и даже те, которые здесь, они нуждаются. И их нужды можешь восполнить только Ты. Их нужды можешь восполнить Ты по благодати своей. Потом мы просим об этой благодати, пусть она придет сегодня во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, что небо открыто, преграды нет, и мы принимаем Твою волю на сегодняшний день и все, что у Тебя есть для нас во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, что слава и сила движутся. Движутся здесь, движутся в домах людей. Благодарим Тебя за то, что мы окружены Твоей славой и силой. Вы знаете, действительно есть синхронизация с небесами. Мы должны всегда верить в это и всегда держаться за это. Что мы не просто отрезаны на земле здесь, мы соединены. Иисус соединил нас. И это синхронно происходит действие на небесах и на земле. Я помню, как одна женщина, она прислала нам свидетельство. Говорит, что она собирала вещи, хотела отвезти своей больной маме. И в это время был включен монитор и шел наши фирмы. Просто молились, передавали благословения, молились о вещах. И она говорит, она даже не думала, она просто собирала эти вещи. И потом, когда она их отвезла маме, она даже не подозревала, что на самом деле произошло. И мама взяла эти вещи, и она была очень тяжело больна. Я не помню детали, может, мне подсказывают, что там было, кто из наших слышал это свидетельство. Но она полностью получила исцеление. Я вспоминаю мужчину, который также взял салфетку и вытер экран монитора, по которому шло одно из служений. И эту салфетку другой человек приложил к своему глазу, у него появился новый глаз вместо искусственного. Это, знаете, эти все свидетельства, они говорят о том, что сила движется. Сила она прямо с неба опускается в ваши дома, опускается сюда. Поэтому просите, чтобы Царство Божие, оно расширилось внутри нас. Пусть оно приходит и расширяется. И прямо сейчас спросите, пусть твое Царство, Господь, приходит и расширяется в мою жизнь, в мой дом, к моим родственникам близким, там, где я служу, там, где я работаю. Пусть твое Царство приходит и расширяется. Потому что туда, куда приходит Царство Божие, приходят законы Божьи. И совершаются дела Божьи. Если вы изголодались, если вы жаждете о том, чтобы дела Божьи являлись, то Иисус учил нас так молиться. Пусть придет твое Царство сюда на землю и свершится воля Твоя здесь на земле, как на небе. Просите это. Я прямо сейчас прошу, чтобы воля Божья, она свершилась в ваших домах, служениях, церквях, в вашем теле. В ваших финансах пусть свершится воля Божья. В отношении ваших детей, вашего настоящего и будущего пусть свершится воля Божья. И утверждайте это. Воля Божья свершится в отношении моих детей, моих близких, родственников, моего здоровья. Воля Божья свершится на той земле, где я живу, в моем бизнесе. Свершится там, где я служу. Во имя Иисуса. Царство Твое пусть приходит. И воля Твоя пусть осуществляется. И чудеса Твои пусть свершаются, Господь. Потому что Ты есть Бог чудес. И мы люди чудес. И мы живем во времена чудес. Во имя Иисуса Христа. И перед тем, как мы сядем и послушаем свидетельства, я хочу сказать вам кое-что очень важное. Вот внимательно послушайте. Почему Бог сегодня являет и будет являть много чудес? Потому что написано, что в последнее время восстанут ложные пророки. И будут являть ложные чудеса. Также вы помните, когда придет зверь, лжепророк, они будут обольщать ложными чудесами мир. Тем более, Бог будет через свою церковь являть настоящие чудеса. Так всегда была разница между пророками, которые поклоняются Сатане, и пророками Божьими. Народом Божьим и отступниками. Илья для нас пример, Елисей, Самуил и многие пророки и судьи, о которых мы читали в Библии. Поэтому приготовьтесь. Из-за того, что будет много ложного, Бог будет использовать вас для чудес. И слова не помогут, чудеса убеждают людей. Чудеса убедили нечестивого царя Ахава. Через чудеса, когда огонь сошел, народ выбрал, за каким Богом следовать. Когда великое чудо произошло, тогда народ, пришедший посмотреть на то, что происходит, эту битву между Ильей и пророками Ваала, народ принял решение уничтожить всех пророков Ваала. И они были все уничтожены тогда. Знаете, чудеса Божьи, они ставят границу. Они отделяют ложь от истины. Поэтому Бог будет подтверждать ваши слова, ваши действия, ваши молитвы чудесами и знамениями. Если нет, то чем мы отличаемся от людей этого мира? Но мы, особенные люди, потом Бог будет подтверждать чудесами и знамениями наши слова, наши проповеди, наши действия. И вот почему это происходит, уже мы видим, но будет происходить еще больше. Увидите. По мере роста болезней, бедствий, которые грядут, голода, который придет в свое время, Бог будет являть чудеса. И через это многие покаются. И уверуют в настоящего Господа. Я хочу закончить этим молитвой просто. Это послание. Господь, мы благодарим Тебя, что мы живем в удивительные времена. Когда сгущается тьма и сгущается свет. Когда люди отступают и люди начинают веровать. Когда приходит ложь и восстает истина. Во времена, когда кто-то ослабевает, а кто-то усиляется. Благодарим Тебя, что мы живем в эти времена. Потому что через нас, через праведников, Ты явишь великие чудеса. И многие еще спасутся. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Я не знаю, слышите ли вы то, что я говорю, и понимаете ли вы. Я надеюсь, понимаете. Мы люди чудес. Скажите кому-то, я человек чудес. Если вы сам дома смотрите нас, скажите, я человек чудес. Скажите, это сатане, который вас слушает, возможно, или демона какому-то. Скажите, это неверию, сомнению. Скажите это людям, которые сомневаются в том, кто вы. Я человек чудес. Это было в моей жизни. Это происходит. И это будет в моей жизни. Аминь. И я вам скажу, если ты не веришь в это, это и не будет происходить. Но если ты веришь в это, это будет происходить в твоей жизни. Бог любит смелых людей. Богу нравятся смелые люди. Аллилуйя. И все смелые скажите, аминь. Скажите в своих домах, аминь. Я смелый человек. Наши молитвы работают. Знаете, мир нам пытается внушить, что будет вот так, будет вот так и будет вот так. Они лишь только объявляют о своих планах. Но будет так, как Господь определил. Поэтому не важно, что говорить не вере и сомнение. Важно то, что скажет Господь. Так что мы будем стоять на Божьих обетованиях и будем по-прежнему тверды в вере. И всегда тот, кто в вере, он будет побеждать. Я.